Действующая уровневая система оказания государственных медицинских услуг предполагает, что жители небольших муниципалитетов, вроде нашего Артемовского городского округа, получают специализированную врачебную помощь в не менее специализированных учреждениях, которые порой находятся на большом отдалении, а то и вовсе в других регионах. Тем приятнее, что в Свердловской области активно развиваются центры высокотехнологичной, порой уникальной медпомощи, которые известны далеко за ее пределами. Это подтверждают слова главы Минздрава Российской Федерации Вероники Скворцовой, которая заявила о том, что опыт нашего региона по внедрению и использованию современных электронных технологий в сфере здравоохранения будет распространен в масштабе всей Российской Федерации. В ходе рабочего визита на Средний Урал глава Минздрава и губернатор Евгений Куевышев посетили медицинские учреждения Свердловской области, клинику Института мозга в Березовском отделении онкогематологии ОДКБ номер один, а также территориальный центр медицины катастроф в Екатеринбурге. Область вся покрыта сетью цифровой медицины. Это та область, где развита телемедицина во всех абсолютно аспектах. Мы посмотрели уникальные продукты компьютерные, электронные, которые, как я вот сегодня приняла решение, будут служить всей стране. Глава российского Минздрава также особо отметила уровень готовности региона к медицинскому сопровождению матчей чемпионата мира 2018 по футболу. По словам главы Среднего Урала, основной задачей остается создание необходимых условий для сохранения здоровья жителей Свердловской области и улучшения демографической ситуации в регионе. Сейчас важно особое внимание уделять повышению доступности медицинской помощи, привлечению специалистов в наше лечебное учреждение, наращивать объемы высокотехнологической помощи. Этой работе, отметил Евгений Куйвышев, посвящен отдельный раздел программы «Пятилетка развития» стратегического документа региона на ближайшие годы. Визит министра здравоохранения начался с посещения клиники института мозга в Березовском. Научно-практического медицинского учреждения, признанного Минздравом России экспертным и учебным центром по реабилитации пациентов, перенесших инсульты. С работой в клинике главу Министерства здравоохранения и губернатора познакомил директор Института мозга Андрей Белкин. Реабилитация людей после травм и инсультов, обеспечение поэтапного восстановления близкого к исходному уровню – это основное направление работы клиники. Разработанные в Институте мозга методы лечения и диагностики позволяют восстанавливать пациентов в хроническом бессознательном состоянии. Эффект реабилитации отмечается в 95% случаев. Это очень высокий показатель. Выписанные пациенты пожизненно наблюдаются специалистами медицинского учреждения, в том числе посредством телемедицинских технологий. Повторная заболеваемость среди пациентов клиники в три раза меньше среднероссийских показателей. Партнерами клиники Института мозга являются немецкая Шерите и израильская Кадасса. Также Вероника Скворцова и Евгений Куйвашев посетили Центр онкологии и гематологии областной детской больницы номер один в Екатеринбурге. У ДКБ крупнейшая многопрофильная клиника, где оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь юным пациентам Свердловской области и других регионов страны, а также беременным женщинам. Около 80% пациентов центра находятся в долгосрочной ремиссии, что на языке врачей означает их выздоровление. Свердловский центр – единственная региональная клиника в Российской Федерации, в которой проводятся все виды трансплантации костного мозга детям. Важно отметить, что буквально накануне, во время оглашения послания Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин объявил о разработке программы онкопомощи на государственном уровне. По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области в борьбе с онкологией сделаны сегодня большие шаги. И в соответствии с установкой главы государства вместе с Федеральным Минздравом региональные власти готовы сделать высокотехнологичную помощь еще более для свердловчан. Еще одно медицинское учреждение, в котором побывали Вероника Скворцова и Евгений Куйвашев – территориальный центр медицины катастроф в Екатеринбурге, который является частью Всероссийской службы медицины катастроф. Здесь телемедицинские технологии тоже работают на самом высоком уровне. Так, министр и губернатор познакомились с работой единого центра консультирования и мониторинга, куда стекается информация о состоянии пациентов со всей Свердловской области.